Тема этой выставки интересна вот чем. Дисциплинарные пространства, как их описал Фуко или как они известны нам сегодня, конечно, уже давным-давно не отвечают настоящему времени, потому что почему обязательно школа, тюрьма, больница или даже, кстати говоря, картинная галерея, а может быть еще и супермаркет. Вот художники на этой выставке мыслят в основном традиционные, отстреливаются вот по таким мишеням удобным, как советский тоталитаризм, не так? Здесь вообще какая-то двойственность и авторская игра. С одной стороны, это мы свободны, а с другой стороны, смотрите, как нас зажимают. А с другой стороны, хочется госзаказ. Мне кажется, госзаказ – это важная тема, потому что это возвращает в Советский Союз, когда были какие-то возможности и средства. Вот смотри, как театр сейчас устремился просто к государственным деньгам, они без него не могут. Литература издается в основном на различные гранты. А вот искусство изобразительное, единственное пока остается в свободном пространстве и поле, но все художники старшего поколения с безумной ностальгией вспоминают те прекрасные советские времена, когда были гигантские заказы. В общем, если очень долго пинать тоталитаризм, однажды можно его галевонизировать. Да. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Это и силовики, это и ЧВК, это снайпер Чижова в маковых, в опиумных полях идеологии смотрит на мир через оптический прицел. Конечно, на самом деле происходит эволюция дисциплинарных пространств по мере прогресса и, может быть, самая концентрированная форма дисциплинарного пространства – это космонавты на орбитальной станции Рудьева. Одна работа – пульт управления, другая – собственно орбитальная станция, и всюду красный противопожарный щит. Между ними такая на вид ироническая и веселая, немного безумная работа Дмитрия Локтионова «Карантин», где такой обнаженный пациент бегает из карантина. Это погоня, врачи без границ, в противогазах, вертолеты. Такая вот фантасмагория. «Карантин» В нашу эпоху даже и не государство выступает. Наверное, здесь главным распределителем общество во многом самоуправляется. И вот эти самоуправляемые виды дисциплинарных пространств, порождаемые бизнесом, создают тоже очень интересные, характерные симптоматические зоны несвободы. Ну, например, самый типичный – это офис. Я не говорю про какие-то полу-сферы, как аэропорт, транспорт, где уже есть все симптомы, но все-таки ты можешь не пользоваться. А офис – это, в общем, неизбежное звено. И люди с магнитными карточками, фиксирующие их каждое передвижение, вход и выход, время перекуров и обедов. Это видеокамеры, наблюдающие за тем, чем именно они занимаются на компьютере. Все это очень ненавязчиво создает, в общем-то, вполне себе дисциплинарное пространство. Вот эти новые формы несвободы в свободном обществе – это тоже одна из тем этой выставки. КОНЕЦ На выставках про дисциплинарные пространства есть опасность немножко приболеть паранойей. Например, я все время боюсь, что я оставлю опять эту сумку и подниму по тревоге целый полк полиции. И вот опять я не могу пройти. Я думаю, что это паранойя сейчас везде. Не обращайте внимания, скоро привыкнете. А выставка очень хорошая, обязательно сходите.